Японец Ацуси Фудзита семь лет назад видел, как страшное цунами разрушило его родной город Рикудзин-Токата и погубило почти всех жителей. Сейчас он по-прежнему добывает устриц в море. Но каждый день ему портят настроение гигантские волнорезы. Их построили, чтобы защитить прибрежные районы от буйства стихии. «Такое чувство, что работаешь в клетке. Мы будто оказались в тюрьме, хотя ничего плохого не сделали». Власти Японии возвели 400 километров волнорезов 12-метровой высоты в прибрежных районах на случай нового разрушительного цунами. Строительство обошлось почти в 13 миллиардов долларов США. Но добытчики устриц переживают за свой промысел. Стены нарушают естественную циркуляцию воды. Это плохо для морской экосистемы, и устрицы со временем могут погибнуть. Проект также ругают за дороговизну. Некоторые критики считают, что из-за него не хватило денег на восстановление домов. 70 тысяч японцев до сих пор живут во временных убежищах. «Думаю, эти стены не нужны. Если увидишь, как надвигается волна, то можно поднять тревогу. Но из-за стены мы ничего не видим. Полвека назад мы привозили сюда детей и наслаждались прекрасными видами океана и залива. Но теперь это невозможно». А вот предприниматель Кацухиро Хатакияма благодаря стене смог отстроить свой небольшой отель на прежнем месте. «Вот почему я не скажу, что стена должна быть ниже или что она не нужна. Я благодарен этим стенам, ведь теперь у меня есть работа». Великое восточно-японское землетрясение произошло 11 марта 2011 года. Оно вызвало сильнейшее цунами, которое ударило по северным островам японского архипелага. Погибли 16 тысяч человек, 2500 пропали без вести. Кроме того, произошла авария на атомной станции Фукусима-1. Близлежащие районы до сих пор непригодны для жизни из-за высокого уровня радиации. И потребуется, возможно, ещё десятки лет для того, чтобы законсервировать повреждённые реакторы.